С наступающим днём народного единства поздравили представители национальных диаспор в Вологде. Праздничное мероприятие состоялось накануне в молодёжном центре «Горком-35». Я так думаю, Бога нам звонит, праздник начинает, правда? Счастья, здоровья желаю! В честь праздника в молодёжном центре открылась фотовыставка Михаила Трапезникова в рамках городского проекта «Мы в Вологже, а не мы едины». На протяжении нескольких месяцев фотограф снимал, как представители разных диаспор готовят свои национальные блюда. Мы с администрацией, сообща, придумали такой проект, что с одной стороны и День народного единства, с другой стороны есть национальности, много национальностей, которые уже прям осели у нас в Вологде. И хочется их показать, а как покажут? Просто в костюмах недостаточно. И придумали как раз сделать такой через еду. Мы подбираем такие рецепты и общаемся с людьми, чтобы каждый мог дома у себя это повторить. Все фотографии Михаил Трапезников создавал прямо дома у представителей диаспор. На выставке в Вологжане увидят работы фотографа, а также узнают рецепты блюд со всеми секретами и особенностями приготовления. Да, плов получается. А плов у вас любимые блюдо? Да, любимые традиционные блюда. Это вот у меня здесь семья. Мой, внучка, сын. Я сейчас ложу, это в самом конце ложится зря. Да, зря ложится и потом вот этот плов минут на 15-20 томится. Да, томится и придает свои ароматы хорошие. Помимо узбекского плова, фотограф Михаил Трапезников запечатлел таджикские манты, шанишки, дежинь, блины и другие. На выставке также представлены предметы, отражающие быт русской, осетинской, таджикской, узбекской, вьетнамской культур. Например, гости могут рассмотреть осетинский национальный женский костюм. Да, на праздники ходят. На праздники ходят. Это у вас вот жива какая-то традиция до сих пор. На празднике такой вот такой красивый. Водить будет в таких красивых классах. Ага. Ну, можно иногда так тоже делать. Выставка национальной кухни будет открыта до конца ноября в молодежном центре «Горком-35» на улице Козленская-2. В рамках праздника также гостям презентовали проект «Городской межнациональный студенческий клуб». Городской межнациональный студенческий клуб впервые стартует у нас в Вологде в январе месяце. Самая главная цель проекта – это создание единой площадки для взаимодействия студентов на интернациональной основе и лидеров национальных диаспор. У нас в Вологде это будет впервые, и идея проекта возникла в Казани, в республике Петерстан, когда я была на стоите национальной лиги студенческих клубов. В клубе планируется проводить встречи с лидерами национальных диаспор, интеллектуальные и спортивные состязания, а также тренинги с федеральными спикерами. Взаимодействие администрации города Вологды с диаспором – это уже стала хорошей традицией. Это многолетний опыт взаимодействия, потому что мы прекрасно понимаем, что благополучие, спокойствие на территории города Вологды, она зависит от многих факторов. Одно из важнейших направлений – это, конечно, работа с лидерами диаспора, проведение совместных мероприятий, спортивных, культурных. И вот то, что сегодня в таком формате проходит День народного единства в горкоме 35, это тоже замечательно. Сейчас в Вологде официально зарегистрировано 18 национальных культурных объединений. На постоянной основе в нашем городе проживает около полутора тысяч иностранцев. Дарья Самодорова, Карина Ершова, Игорь Алюшин, Вологды РФ